Там, куда вам покажут. Вот такой момент сегодня присутствует. Вот такие вот разговоры в прессе, на телевидении. Такие заявления такого плана, что если в Красную Горку вопрос не решится, именно в той плоскости, как он рисуется, то есть освободить, то общую акцию решать не будут. Всю нашу акцию протеста, которая сегодня есть, как бы ее не хотели сказать, что она не существует, что она развалилась и так далее, и так далее. Нет, это неправда. То есть пока Красную Горку не решим, дальше ничего не будет. Вот такого рода этот. И вот было решено сделать общий сбор данного массива, донести до людей истинную информацию происходящего, чтобы уже остановить эти все разговоры, эти домыслы. вокруг этого, того, что здесь происходит. Закономерный вопрос появляется. Ну с чего бы, да? С чего бы именно вот раз и вот так остро сегодня стал вопрос Красной Горки. Что других проблем нет? По акции, более горячих, например. Например, Балаклавская. Вопрос тоже не решен. Например, генерала Васильева. Тоже вопрос именно остро стоит. А именно здесь. В чем дело? В чем проблема? Ведь в принципе, если взять каждый участок земли, для города он интересен. Любой, который сегодня под флагом полян протеста, который сегодня есть, акция. В каждом массиве он интересен. Но почему здесь? Почему вот именно вот здесь вот эта вся, вот эта так не понимаем, непонятная информационная истерия, которая происходит? Сегодня потихонечку, потихонечку проясняется ситуация, что якобы здесь о кладбище, якобы здесь хотят хоронить элиту и так далее, и так далее. Но это не довод. Это не довод. Понимаете? Когда речь идет о живых, о мертвых как бы разговаривать, я думаю, неуместно. Живые еще не получили то, что должны получить. По большому счету. Мы видим в этом некий умысел, некую провокацию, которая, к сожалению, после того, как Данила Агар посадили, опять же, из той провокации, которая была создана вокруг его имени, до его суда. У нас каждый день что-нибудь происходит. То одно, то другое, то третье и так далее. И все в том плоскости, что кто-то должен взять за нас ответственность. Кто-то должен взять за нас ответственность. Какая-то организация, движение и так далее, и так далее. Чтобы мы подобны малым детям, которые вообще ничего не понимают, куда попали, что их взять надо за ручку и довести до того благословенного места, чтобы как бы там чуть-то не поранил себя, не сломал себя. Зачем это делать? Мы самодостаточное движение, где есть структура, где есть дисциплина, где есть идея. Зачем это делать? Зачем на ровном месте создавать провокацию? У нас был разговор, когда Даниил Агасял, это сел, его посадили. Это у нас был разговор, я сейчас озвучу. Сидомет, как будем вопрос решать? Я не буду называть имен, уже не буду, потому что на этом тоже сегодня как бы этот, ну, начинается. А вот Сидомет ни с кем не встречается и так далее. Я не буду говорить, я не буду говорить, с кем и что. Был разговор, как решаем? По полям, вот поле взяли, пошли, решили дальше. Или вот ждем общего политического решения. Ну, я тогда еще как бы не настолько доверял. Я говорю, нет, давайте вот все-таки вот общее, чтобы вот масса вот это решилась. И потом, там уже, когда уже политическое есть решение, уже есть гарантии того, что никто свою грязную руку не засунет и не будет тут нам свои условия навязывать, давайте вот по этому. Ну, хорошо. Но этот путь требует некого времени, который мы сегодня и проходим. Но сегодня появляются разговоры, слухи, что ничего нет, что никакого движения нет, что у вас все, все, власть уже категорически решила все ломать, стрелять, топтать, не имея и так далее, и так далее. То есть, вводя в смуту людей. Если власть нас собирается ломать, вот это кино, которое здесь было, мы тоже знаем, откуда уже руки растут, техника понаехала, строители туда-сюда, ну, все, мы уже все, с семьями попрощались там туда-сюда, я звоню, мне ничего нет, от нас все тихо, спокойно. Потом выясняется провокация. Кто-то пригласил создать массовку для того, чтобы мы испугались и на любых условиях сдали массив. Зачем это делать? Ну, если, допустим, власть хочет, как бы, ну, если учесть того, что контакта нету, если учесть, что движения нету, если учесть, что мы, вот, как Даниела посадили, сели в уголочек и ничего не делаем, испугавшись, боявшись всего. Если власть хочет этот массив, то она должна, как бы, в лице первых лиц этой власти, дает какое политическое заявление. Этот массив должен быть освобожден. Все. И уже пошли, чтобы судебные решения, и так далее, и так далее. Этого нет. Есть разговоры. Есть какое-то движение милиции, там, туда-сюда. Но у меня тоже сегодня уголовное дело на меня заведенное. Очень интересно. И ведет его крымский татарин. И я теперь тоже сегодня знаю, откуда руки растут. Понимаете? Тоже милиция, тоже все, и так далее, и так далее. И вот то, что вот здесь милиция ходит, и это, все это, понимаете, это рассчитано на юридически неграмотных людей. А, испугаются, побежали. Так, что нужно делать, чтобы нас не трогали? Чтобы мы вот испугались, и так далее, и так далее.